Мои коллеги сегодня будут про это подробно рассказывать, про предпроектную стадию, про проектную стадию, про стадию строительства, по-моему, у нас тоже будет выступление. Поэтому я здесь останавливаться подробно не буду. Я скорее хотел бы про логику создания и реализации проекта немножко сказать с точки зрения привлечения клиентов. Вот у нас есть такой план-график. Мы его готовили в том числе для Министерства экономического развития для того, чтобы понять и коллегам показать логику разворачивания проекта. Собственно говоря, здесь в сумме получается у нас порядка четырех лет. Четыре года. Причем за эти четыре года построен как индустриальный парк, то есть полностью развернутая инфраструктура вся, так и уже произошел запуск производства со стороны резидентов. То есть, ну, это такой график, знаете, близкий к идеальному, либо такой средний близкий к идеальному, так скажем, да, потому что это говорит о том, что у вас нет никаких проволочек, то есть строительство – это там от одного до трех лет сегодня инфраструктура. Где-то на второй год вы уже привлекли резидента, то есть вы клиентов нашли, но лучше это делать, конечно, не на второй год, а сразу начинать. И он также точно без всяких проблем построился, ввелся в эксплуатацию и, собственно говоря, начал производить продукцию и работать на рынке. И вот, собственно говоря, с точки зрения, например, субсидирования, мы об этой программе чуть позже поговорим еще, видимо я же поговорю о ней. Значит, вот на второй год, то есть у нас есть стадия предпроектная и стадия проектная, и это первый год, но все это должно быть запущено для того, чтобы на второй год можно было прийти в программу Министерства экономического развития и, соответственно, получить субсидии. Ну, то, что делать в первый год, как раз Максимкус у меня расскажет достаточно подробно и потом еще коллеги из компании «Долфинберг». Мы с вами дальше пойдем. К сожалению, немножко слайд получился смазанным. Ну, вот, собственно говоря, это та самая логика разворачивания проекта в создании индустриального парка, который может применяться конкретно на конкретной площадке. Собственно говоря, она о чем говорит? Она говорит о том, что, во-первых, должна быть этапность. Эта этапность нужна в том числе, чтобы у вас финансовые потоки от реализации проекта уже участвовали в последующих стадиях создания самого парка. Дальше. Типы инфраструктуры. Они разные. Есть и финансовый поток они разные генерируют. И в этом смысле в первой фазе, собственно, строится та базовая инфраструктура, которая позволяет привлечь клиента. А все дополнительные инфраструктуры, например, офисы, торговые объекты, торговые площади, какая-то дополнительная инфраструктура. Здесь, например, уже возможно жилье. То есть вообще другие зоны эмоциональные, в которые вы можете войти. Собственно, они всегда сдвинуты по срокам реализации на одну-две фазы от изначальной инфраструктуры. В том числе для того, чтобы иметь возможность финансовый поток перенаправить в этот тип инфраструктуры. Ну и, собственно говоря, на каждой фазе мы, по сути, в базовой инфраструктуре строим то, что нам позволяет привлечь клиента, а клиента мы привлекаем сразу же с начала создания этой инфраструктуры. На самом деле, наверное, у меня пока все. Не знаю, Максим, мы как-то к вопросам, может быть, перейдем? У нас 10 минут, по-моему, еще. Да, по тем слайдам, что есть. Еще раз хочу отметить, в принципе, то, что я рассказывал, это все связано с опытом конкретных парков, конкретных проектов. Информации очень много, цифр много, но, может быть, там конкретные вопросы я тогда смогу пояснить. Доброе утро, коллеги, у меня зовут Александр Порошуков, я директор по инвестициям компании «ВТБ Девелопмент» и один из наших проектов – это индустриальный парк «Марина» в Петербурге. Я, Борис, по первой части твоих слайдов о подходе к созданию индустриального парка. Все, что ты изложил, методологически абсолютно верно, но по факту в моем представлении не работает вот совсем. Да, хорошо. Потому что, во-первых, если говорить о том, что сначала надо ответить на вопрос «для кого?», да, действительно, можно ответить на вопрос «для кого?», можно ответить на него правильно. Но потом индустриальный парк живет много лет. Это не бизнес-центр, который построил за два года, заполнен еще там за один-полтора, и все, он работает. Индустриальный парк заполняется годами. И за эти годы наша страна проходит кризисы. И после кризиса ответ на вопрос «для кого?» может поменяться на прямо противоположный. Если ты планируешь индустриальный парк, допустим, «Гринфилд» для крупных международных инвесторов, для компаний, которым непонятно, как подключаться к сетям, которым непонятно, как переоформлять, как менять градостроительное законодательство в части правил землеводной достройки и так далее и тому подобное, даешь им понятный продукт, то потом Крым становится нашим, и все инвесторы строем уходят. И все, твоя концепция рушится абсолютно. Ты должен приспосабливаться к другим обстоятельствам. Потому что, когда ты планируешь индустриальный парк для крупных компаний, и особенно иностранных, ты планируешь определенный бюджет, определенный уровень этого индустриального парка, высокое качество. Понимая, что эти компании готовы располагаться, если это крупный город типа Санкт-Петербурга, не рядом с метро, потому что они понимают, как организовать доставку, для них абсолютно понятные процессы эти, то потом приходят небольшие российские компании, у которых есть средства, у которых есть деньги, но которые совершенно не согласны с такой концепцией, которые хотят сидеть где-то близко к метро, которые хотят иметь чуть ли не право собственности, долю вправе собственно на дорогу твою. Иностранные компании такого даже себе представить не могут. И ты должен где-то искать клиентов, вот ту концепцию, которую ты создал несколько лет назад, и которая уже в базовом варианте совершенно не работает. А инвестиции вложены? А инвестиции абсолютно верно уже вложены, потому что индустриальный парк это инвестиции в начале, а доходы только потом в течение многих лет. Поэтому, на мой взгляд, любой индустриальный парк, который создаётся достаточно большим по размеру, а не, допустим, 10 гектаров, такие тоже есть. Кстати, число 322 гектара меня очень удивило. Средняя площадь Гринфилда. Вот такой индустриальный парк должен стремиться к универсализации. Он должен учитывать сценарии B и C как минимум. А второе, я, например, совершенно не понятен уже на другую тему. Мне совершенно не понятен тезиса, как посчитать финансовую модель для твоего потенциального инвестора. Потому что, во-первых, ну, например, в нашем индустриальном парке есть предприятие производства лакокрасочных материалов, есть предприятие производства топливных баков для их автомобилей, есть предприятие по производству систем забора крови медицинских. Ну, и есть ещё логистический оператор. Таким широким полем знаний не владеет, примерно, никто. Ну, может быть, какие-то крупные консалтинговые компании, которые попросят огромные миллионы за свои работы, абсолютно неадекватные деньги. Но ценность этой модели всё равно будет примерно ноль. Потому что бизнес своего резидента понимать, в моём представлении, ни одна управляющая компания не может. Это не наша квалификация, не наша компетенция. И, ну, надо быть какой-то очень крупной организацией и ещё и потратить на это массу сил своих сотрудников, чтобы хоть примерно как-то посчитать финансовую модель производственной компании. Можно действительно сделать обзор рынка труда, а можно сделать обзор рынка взбыта примерно. Но вот чтобы сделать это на уровне финансовой модели, в моём представлении это не работает совершенно. Не справится с этим ни одна управляющая компания. Спасибо. Спасибо тебе большое за комментарии. Я кратко отвечу. Я, с одной стороны, абсолютно с тобой согласен по поводу универсальности создаваемой инфраструктуры. То есть здесь даже спора быть не может. Значит, с точки зрения вот кризисных ситуаций, так скажем, которые очень сильно меняют поле инвестиций, так скажем, на территории. Ну вот здесь, наверное, здесь можно посмотреть на другие индустрии и на коллег, кто работает в бизнесе, а у нас индустриальный парк – это зачастую точно такой же бизнес, какой-то другой. Вот достаточно много общаюсь, работаю в IT-индустрии с компаниями. Они что делают, например? Они проводят стратегические сессии по развитию своей компании раз в квартал сегодня. Почему? Ну, потому что скорость изменений, которая есть на рынках, она такова, что ты не можешь один раз написать какие-то бумаги и потом 10 лет по ним жить. И в этом смысле тот рецепт… То есть я сразу хочу оговориться, там универсальных ответств нет никаких, есть только гипотезы, которые более рабочие или менее рабочие. И вот одна из гипотез заключается в том, что вот такую работу по оценку рисков, о которых ты говорил, и по определению приоритетных отраслевых направлений, так скажем, с которыми можно и нужно работать, ее надо проводить регулярно, там, с какой-то периодичностью похожей, там, раз в квартал, раз в полгода, потому что очень динамично все меняется и на определенных рынках все меняется и так далее. И тогда, может быть, какие-то вещи не будут столь неожиданными. Хотя тот пример, который ты конкретно переделал, понятно, что это некий форс-мажор, который никто не мог предвидеть. И у тебя во второй части выступления твоего… А, по поводу финансовой модели, да. Ну, смотри, конечно, я не имел в виду, что надо считать полностью финансовую модель для клиента. Я говорил о неких обобщенных цифрах, которые неплохо бы иметь. Ты абсолютно прав, это очень простая работа и зачастую не всем доступная, но, во-первых, опять-таки, этот опыт, он тоже не из головы. У нас есть управляющие компании, которые такую работу ведут системно. Но тут надо понимать, что у нас управляющие компании на рынке – это как небольшие структуры, в которых работает 10 человек, так и крупные корпорации развития, в которых работают по 100 человек, в которых есть отдельные департаменты, которые занимаются отраслевыми, страновыми направлениями. То есть не просто отрасль определили, там прям по странам разобрали и вот работают. Вот, и такую работу ведут. Но, как бы, здесь моя задача была показать там какие-то инструменты на лучшую практику, поэтому я об этом, конечно же, упомянул. А в основе этих цифр – это анализ рынков. В принципе, ничего, да, глубина иногда должна быть такая серьезная, да, там, иногда данные нужно найти, или совсем, ну, непростые, неочевидные, не лежащие на поверхности. Но такую работу можно вести, и я в этом убежден. – Почему? – Да, да. – По первому вопросу. Борис, я согласен насчет стратегических сессий. Это действительно очень правильно, но IT-компании от индустриальных банков отличается тем, что одни там сначала написали Angry Birds, потом уже все наело играть, пишут облачные сервисы. А индустриальный парк, какие бы ты сессии ни проводил, инфраструктура уже построена, она уже стоит, деньги уже вложены. И поэтому здесь, наверное, имеет смысл сразу создать несколько сценариев развития боевой индустриального парка, а потом уже в случае, если какие-то изменения назревают, действительно проводить стратегические сессии, мозговые штурмы на тему, к какому сценарию развития склоняться, что можно изменить в своем индустриальном парке, там построить какие-то, не знаю, недорогие, неотапливаемые ангары, как временная мера для того, чтобы управляющая компания получала доход, строить ли недвижимость, которая будет сдаваться в аренду, или наоборот, пока ничего не строить, подождать, и вот выбирать между такими вариантами. Но, опять же, практически каждый из этих вариантов капиталоемкий. Построить здания, даже относительно недорогие, все равно существенные деньги. И, к сожалению, управляющие компании не всегда готовы к таким инвестициям, даже если деньги нет. У нас, знаешь, как получается по факту, вот вложить многие готовы, особенно не свои. То есть, вот как ты говоришь правильно, крюскалоемки, да, мы их вложим, а там вот посмотрим, что называется, кого-нибудь это причем. Ну, все-таки обычно деньги в индустриальные парки вкладываются, когда кажется, что ситуация в стране прогнозируема. Ну, если это не государственные деньги, опять же, они вкладываются тогда, когда... Она прогнозируема, потому что мы знаем, до определенной степени всегда. Но, в целом, мне кажется, у нас с тобой здесь общего намного больше, чем различного в точке зрения. Еще есть? Да, Добрый. Короткие комментарии. На самом деле, если мы говорим, есть Браунфилд и есть Гринфилд. И для Браунфилдов, ну, вопрос, для кого он стоит в ферме, вопрос, где уже не стоит. Ну, понятно. Для Бринфилда относительно того, вкладывать, не вкладывать, это все сводится к очень простой вещи. Ребята, а за счет чего? Что у вас за проект? Вы собираетесь, собственно говоря, реализовывать проект, в котором вы будете продавать землю? Вы собираетесь, словно говоря, потом жить за счет того, что будете продавать электроэнергию? И с этой точки зрения нужно понимать, вообще говоря, на берегу, под что вы, собственно говоря, с точки зрения Гринфилда двигаетесь. Потому что, ну, я видел, благодаря, кстати, АИКВН-ное количество больших индустриальных парков, где, ну, все заканчивалось тем, что люди делали канализацию и подводили электричество. А дальше вообще выяснялось, что никто не хочет вообще даже за рубль за гектар сюда ехать из канализации с электричеством. При этом деньги, да, то люди, кстати, нормально осваивают. Так что ситуация, да, конечно, меняется, но изначально нужно понимать, что для вас это бизнес, для вас это, как для региона, привлечение инвестиций в регион, и тогда это не бизнес для региона. На эти вопросы нужно отвечать. Потому что, если бизнес – один подход, если предместиции для региона – другой подход. Хотя, казалось бы, одно и то же. Если Браунфьюд – третий подход. А пытаться как-то это все вот на одно и то же, я вам приду, скажем, пример нашего индустриального барга, который изначально создавался под одно, процесс слегка поменялся изначально, все уже забыли эти средства. И эти трансформации с точки зрения Браунфилдов, они происходят непрерывно. Рынок меняется, меняется подходы к тому, кто у тебя там является потенциальным клиентом. Но Браунфилдом проще. У нас в основном, основной клиент – это там тысячи, полторы тысячи метров производственных площадей, которые могут быть таким образом преоборотов. Для Гринфилдов, вы правы, это сложнее. Но вы решите, что все эти делают. Андрей, спасибо большое. Я отмечу из того, что ты сказал. Действительно, есть вопрос бизнес-модели, который в какой-то момент встает, и его нужно решить. То есть нужно выбрать ту бизнес-модель, по которой парк будет развиваться. Но мы такой анализ сделали, на самом деле, из существующих бизнес-моделей. Дим, что-то меня не переключает больше. В общем, и там четыре основных модели, в принципе, и существуют у нас сегодня на рынке. Есть модель основная, так скажем, для Гринфилда и ее побочная версия. И такая же основная для Браунфилда и ее побочная версия. И все там крутится вокруг, собственно говоря, реализации земельных участков, сдачи в аренду помещений. И также зарабатывания на инфраструктуре. Вариантов не так много, на самом деле. Но этот вопрос действительно есть. Я про него вообще ничего не сказал. Это одна из стадий разработки концепции. И, собственно говоря, там же мы бизнес-модели разберемся. Друзья, наверное... Дальше пойдем, да? Да, смотри, Борис, у меня сегодня наступление будет на тему подготовки документов. Я бы, может быть, опросил сейчас еще чуть-чуть продолжить доклад с точки зрения, как вот те рекомендации, которые мы по концу, после реализации проекта М, коррелируются с теми требованиями Минэка, которые они... Хочешь, чтобы я еще поговорил об этом? Ну, может быть, да. Просто сделать, может быть, небольшую воду касательно самой программы. Я потом попрошу вас...